полушария шария а душе самое главное самое главное самое приятное конечно же что данный текст не призывает нас к незаконным действиям все насильственные действия должны быть только по решению суда это все просто мои фантазии вообще без участия государства подобные эксперименты невозможно на самом деле понимаете в чем большая проблема данная статья должна быть разобрана на протяжении 30 минут напряжение 30 минут нужно разбирать данную статью при том что там чисто на прочтение минут 5 поэтому я буду сильно затягивать как вы понимаете то есть разбор статьи будет вестись по принципам можно меньше 30 минут понятно хорошо спасибо там просто так было написано на 30 минут разбора но тут не читать 5 минут просто я придумал эксперимент который может доказать существование души для этого нужно взять например владимира соловьева пропагандона а не фил ха-ха-ха-ха-ха вытащить его мозг живьем и разделить живыми полушария дальше я хотел поразмышлять об удалении мозга детям соловьева с заменой полушариями их отца где ты просто delle а ха-ха-ха-ха какая жестокая жесть серьезно что ли а дети просто должны лучше подойти на роль донора полу шарий но я не знаю они ничего из-за чего бы они заслуживали смерти и слова полушарии вызвали у меня ассоциации с другим путинским пропагандоном анатолием шарием а теперь и сам эксперимент анатолий шарик давайте возьмем дайте кто и кто это я хотя бы вспомню давай давайте посмотрим что это за дядя так впервые вижу кстати эту дядьку а женщина симпатичная если что но дядьку я свяжу впервые берем шаре достаем полушария законно по решению суда и вставляем их других двоих других приговоренных по решению суда к смерти за путиноидную деятельность например предостережение если вы виновны в путиноидной деятельности возможно однажды вам могут законно по решению суда разрезать мозг на полушария почему вас такая ненависть путину вообще в принципе я не понимаю какой какой почему почему такая агрессия то есть до большинства политиков которые сейчас даже вот как бы находится в фаворе у путина они же многие ничего плохого не сделали но то есть случай выживания у нас образуется два полушария полушария то отдельно пишется вы поняли есть один шаре есть другой шаре но у каждого полушария шаре и поэтому они полушарии помещаем полушария на окончательное значительное расстояние причиняем одному из них жуткую и нестерпимую боль от которой он кричит и корчится в муках и соблюдает тем временем за вторым полушарием если душа единые неделимые не привязаны к мозгу то 2 полушарии тоже вероятность стоп если в то если душа единой неделимые и привязана к мозгу, то второй полушарий тоже, вероятно, испытает боль. Хотя в какой-нибудь степени и это будет. Одним из главных, и если не главным доказательством души, нужно признать, что этот эксперимент не будет опровержением существования души, даже если эта душа привязана к мозгу. И в случае адской боли, единая душа шария будет страдать. Но второй полушарий об этом не узнает. Ещё раз, давайте. На значительное расстояние отталкиваем, нестерпимую боль причиняем. Да, 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 кричит, корчится в муках. Если душа едина и неделима, и привязана к мозгу... Ну, да, интересно будет в том смысле, что если душа едина, неделима и привязана к мозгу, но, наверное, мы смогли бы это проверить в том смысле, что, например, человек, если у него душа одновременно едина, неделима и привязана к мозгу, просто него одно и то же сознание будет скорее всего он будет даже воспринимать то что воспринимает другой полушарий причинение боли здесь даже не совсем обязательно можно никакой боли не причинять подтверждение этому тезису будет как бы слитость сознания но скорее всего данный эксперимент просто не удастся даже если душа единый недели мы может просто душа разрушается и остается просто новую электрическая там не за программа в мозге который продолжает повторять то что должен был делать мозг прежде чем разъяснять свою философию сознания поясню что подхожу к тождеству личности и проблеме сознания не как большинство философов моем понимании сознание формируется до рождения и я это сознание а личность это софт который формируется в процессе жизни теперь рассмотрим полушариев с позиции моей философии сознания процессивизм которая есть частный слух чей коннекционизма чтобы что-то классифицировать вот полушариев укажу свои определения личности и сознания короткое время временное определение сознание это смертный эквивалент души нормальная версия определения сознания это процесс накопления субъективного опыта ощущения удовольствий страданий выполняемый мозгом или его аналогом личность это набор воспоминаний или паттернов поведения из этого следует что каждый полушарий если воспоминания уцелеют будет обладать личностью шария вот именно да правильно но по поводу сознания возникает много вопросов так как сознание это процесс то при разделении полушария старый процесс был уничтожен и образовалось два новых процесса и в каждом полушарии происходит отдельный процесс связанный обычно с другим процессом или есть если душа существует и она привязана к телу то в полушариях души оследовательные сознание тех приговоренных к смерти за путиноидную деятельность личностями шария если отбросить версию существованием то их остается две каждый полушарий образовался в момент разделения а шарий умер или каждый полушарий был шарием нового да получается та схема которая выше обозначил то что каждый полушарий образовывающий момент разделения это новый полушарий старый шарий умер короче именно ну либо каждый полушарий остается шарием и он един если душа и мозг едины если душа не раздельно в таком случае у обоих личности должно быть единое сознание ну то есть они должны сознавать и получать опыт одновременно то есть их восприятия будут как бы дублироваться что ли друг друга но это мы вряд ли получим это маловероятно с учетом что вообще вряд ли полушария сможем соединить разъединить соединить пересадить это вообще довольно фантастический эксперимент кстати что-то похожее с пересадкой мозга это какой-то вообще стандартный пример из философии сейчас вряд ли вспомню то ли нагель то ли еще кто-то предлагали его в общем дениса вы можете вообще в принципе это проверить есть есть такой ментальный эксперимент он находится в ряду экспериментов он ментальных опять же мыслительных по поводу вопроса осознания то есть это какой-то даже стандартный эксперимент он очень похожий он тоже с разделениями полушарий как раз работает но он вроде сформулирован немножко не так то есть у нас есть два полушария нам не нужно их даже никому пересаживать вроде бы есть какая-то возможность по крайней мере теоретическая сохранять работу одного полушария его деятельности до соответственно не обязательно переселять эти полушария вы просто добавили много лишних элементов данному же эксперименту к очень похожему ментальный эксперимент вроде бы звучал так что мы разделяем полушария одного человека на две половины и собственно одно помещаем там не знаю в воду колбу допустим а другой в другую и даем им разный опыт и посмотрим что будет будет ли опыт перекликаться или не будет но это все ментальные эксперименты потому что на практике это сделать ну невозможно по крайней мере сейчас точно невозможно и это конечно же довольно таки тяжело это довольно тяжело именно ввиду того что это невозможно пока что думаю на данный момент у нас нет достаточных оснований чтобы ответить на этот вопрос надеюсь что когда-нибудь на него ответят нейрофизиологи разделяющий подход коннекционизма и процессивизма в частности теперь рассмотрим что делать с полушариями с позиции моей этики отрицательного негативного утилитаризма убить их наверное да моя отрицательный утилитаристическая максима чтобы удовольствие было больше чем страданий для каждого существа обладающего сознанием для каждой версии происхождения полушариев есть своя стратегия действия если бы удалось установить что каждый полушарий был шарием то после эксперимента встречаю включающего жуткую боль их можно просто уничтожить хотя это и не следует напрямую из негативно утилитаристическая максима ей не противоречит указанное указание в назидание а шаре виновен а шарей так простите виновен в жутки приступе преступной путиной деятельности в больших количествах так что можно законно по решению суда разрезать его мозг и заставить страдать каждое полушарие по отдельности но поскольку есть вероятность что полушарии были созданы на всякий случай не стоит так поступать теперь решим что делать если признаем что полушарии были созданы нами тот факт что каждый полушарий обладает личностью шария не делает их виновными в преступлениях шария полушарии не виноваты в том что мы сделали их полушариями поскольку он существует недолго мы должны компенсировать им причиненную боль воздействуя на какие-нибудь зовы кайфа в мозгу мы не одобряем наркоту поддержав их значительное время под кайфом их стоит уничтожить хотя они не виноваты в том что обладает личностью шария животные тоже не виноватны ни в чем но мы создаем и едим их поскольку удовольствие полушариев будут превосходить страдания их жизнь будет иметь смысл для самих полушариев это в моем понимании этично блять бывает вот такое происходит в нашей русской философии архи жрец сингулярного бога денис караев узи хай короче да офигенная этика офигенные эксперименты но такие эксперименты у ментального по крайней мере характера уже были в истории философии поэтому ну вот не то чтобы сильно новаторство какое-то да в качестве ментального эксперимента здесь можно заценить именно шутку шарий полушарий и так далее шарий и полушарий да забавно действительно звучит интересно юморок здесь определенно есть из решений проблемы я бы наверное чё заметил ну да подтвердить можно попробовать ваше высказывание но его проблема в том что она как раз не фальсифицируемая так как раз это проверка единстве души если душа едино но при этом вневременно но и связано с мозгом получится что как бы далеко два полушария мозга не находились друг от друга оба испытают боль оба испытают один и тот же опыт тут как бы олег все довольно просто здесь мы исследуем совершенно как бы особые случаи философии здесь все понятно на самом деле здесь проблема особо нет это вообще типичная современной философии то реально это реально довольно типичный для современной философии пример пример построения мыслительного эксперимента то здесь ничего нет ничего странного вас бы этот вопрос заинтересовал даже если бы вы рассматривали классиков современной философии нет ежели не передаются то это ничего не значит джон до и понимаете в чем дело этого эксперимента он предлагает один верификатор но ни одного фальсификатора так скажем то есть если вдруг передается если вдруг передается да то есть два полушария если тесно связано да именно ричард и об этом пытаюсь сказать но тогда и не душа может быть причиной именно ричард вот об этом я хочу сказать то есть если неожиданно мы разделим два полушария мозга воздействуем на одно и другое тоже испытает боль то непосредственно получится что мы просто верифицировали нашу теорию с душой это верификация верификация процесс подтверждения вы просто сделали одно и подтверждение из бесконечного множества необходимых то есть в рамках индукции этого недостаточно следующее следующее что очень для нас важно здесь нету фальсификатора то есть данная теория ни в коем случае душу не опровергает на самом деле здесь если поставить вопрос правильно мы могли бы его поставить таким образом если когда мозг если мы разделяем мозг на два полушария воздействия на одно из полушарий и при этом второе полушарие отделены от первого на достаточно большое расстояние тоже чувствует определенный опыт соответственно да если вот это вот так вот совпадет то это будет значить что физикалистическая трактовка сознания является неверной все тот буквально буквально что это будет означать да мы опровергли то что физикалисты истинно является физикалистическая трактовка хотя с другой стороны не до конца наверное там тоже может быть знаете физические причины передачи сигналов еще что-нибудь и еще что-нибудь то есть там все равно можно будет защититься в этом проблема всех философских научных и многих других споров потому что все факторы учесть наверное невозможно учитывать надо буквально почти все к сожалению и это действительно колоссальнейшая проблема ну который мы только можем повстречать поэтому ну вот такое вот на самом деле факторов очень много из и с учетом того что факторов очень много все конечно все сильно усложняется к сожалению всегда какой бы мы эксперимент не предложили эксперимент не будет исчерпывающим и даже опровержение не будет исчерпывающим да вот мы сказали да мы опровергли физикалистическую теорию я сказал но на самом деле может быть там какой-то более сложный физикализма на уровне может быть ни мозга и не нейронов а на уровне непосредственно кварков да пока кварки передают сигнал боли на большие расстояния за мгновение со скоростью света может быть даже и мы такие более физикализм все еще действует а мы такие факт счет а у меня да но мы тогда смогли бы опровергнуть что мозг мозг но по крайней мере некоторые представления могли бы отвергнуть в таком случае некоторые представления нейробиологии вообще принципе биологии да да только некоторые представления биологии смогли бы быть опровергнуты но не смогли бы быть подтверждены что самое главное понимаете в чем дело тут тут неоднозначная ситуация в целом абсолютно неоднозначная ситуация с данным экспериментом тем более что этот эксперимент уже был в истории философии прям вот-вот сформулирую сформулирован очень похоже дело даже не в полушариях ну да дело как раз полушариях не с большой буквы полушария с маленький действительно был такой ментальный эксперимент вот ладно ну думаю на этом все 17 минут я отговорил где-то я думаю этого до